Была шиферная крыша, текла, нуждались. Представители школы грамотного потребителя проверяют качество капитального ремонта кровли дома по улице Энергетиков. Здесь год назад заменили старую протекающую шиферную крышу. Жильцы благополучно забыли о проблемах с мокрыми потолками и потеками на стенах. Мы смотрели огромный дом Энергетиков 15, где была поменена кровля. Была заменена на новую, современную, металлопрофильную. Очень тоже хорошее качество. Прошел уже год с момента окончания работы. Никаких жалоб в сторону подрядчика ни у жильцов, ни у управляющих компаний, представителей, которые с нами вместе были, нет. А вот Любовь Дербенева хвастается шестью новыми лифтами. Их заменили в трех домах по улице Березова. Они полностью автоматизированы и безопасны. Теперь жители многоквартирного дома ездят с комфортом и хорошим настроением. Мы очень счастливы, мы долго это ждали. Старший по дому Василий Поддубный не нарадуется. В доме номер 42 по улице Березова полностью обновлен внешний облик здания. Строители отремонтировали фасад, заменили окна и двери, установили пандусы и привели в порядок подъезды. Итог вот налицо вам. Значит, утепление фасадной части, замена оконных блоков. Самое главное утепление, утепление дома. И мы чувствуем это сегодня вот зимой, чувствуется. Работы в домах провели в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта в Республике Крым. В Судаке данный проект заработал успешно. На следующий год в плане отремонтировать порядка 12 домов. Вообще-то ситуация в Судаке мне, откровенно говоря, понравилась. С капремонтами и благополучная ситуация по лифтовому хозяйству, это очень хорошо. Мы знаем, что в Крыму более 2000 лифтов требуют замены. Это действительно серьезная проблема, которую глава Республики недавно говорил, что будет решать с федеральными властями. После инспекции все собрались в администрации города. На лекции проинформировали граждан о системе капитального ремонта многоквартирных домов и рассмотрели самые злободневные вопросы в сфере ЖКХ. В порядке в доме труд, как известно, совместный, поэтому на обучающем семинаре собрались не только представители ЖКХ, но и активные жители. В школе грамотного потребителя им все разъяснили, подсказали и всему научили.